всем привет добро пожаловать в наш новый день новое видео так что у нас как у нас дела дела у нас хорошо нику почти все съели обалденная клубника очень вкусная понравилась прям вот именно настоящее сладкое рассада у меня мучается помидоры у меня никакие перец еще более-менее а помидоры надо было пикировать я поленилась не пикировала их и поэтому уже жду а погода никак у нас не налаживается их бы уже высадить они у меня бедные уже тут все лежат тонкие кривые косые но уже что будет и купили с олега мультиварку что-то на отдыхе были кашу проще чем в кастрюле варить сковородке в кастрюле варить мы заказали все мультиварку она такая малюсенькая такая классная мне так понравилось мы ее оставили возможно может быть даже с дошуле поменяемся но не знаю я прям вот мечтала такой маленькой потому что я хочу сесть на пареное вареное поэтому вот такой а кстати редмонд по моему галя спрашивала у меня модель хлебопечи вот такая вот хлебопечь у нас не знаю я даже не прочитаю вам название мор мор не могу даже прочитать короче вот пожалуйста мы довольны и сегодня мы уже сварили кашу олег сварил нам рисовую кашу мы уже поели заказали себе кукурузную крупу чем мы там дошли с пшеничную крупу будем пшенную будем на кашках сидеть вот как я сейчас все протараторию здесь у меня как обычно сейчас буду убирать захотели с дашей винегрет мариновала свеклу еще свою прошлогоднюю прошлогодний урожай и ни одной баночки мы не открыли сейчас что-то про винегрет а в рецепте да мы в этом в редмонде увидели винегрет и я говорю то что давай винегрет сделаем прям хочется поэтому поставила морковь картошку свеклу откроем маринованную своя квашеная капуста есть огурчики есть и будет у нас винегретик всем доброе утро добрый день добрый вечер кто смотрит нашего питомца уже дальше покормили вот сейчас второй раз пошли как бы тут по делам крышечку поставили на розетку для воды газонокосилка я и она была приподнята снес вон там он зелененький и заодно вот это чудо у нас она в этот раз не в домике было из досок вылезла в общем по нашему коржику ему очень нравится но мы так думаем то что он не мяукает не плачет домик ему наш тоже считаем очень понравился это мы пока дверку он вроде бы сам выходит а заходится не заходит не хватает силы мы еще значит сам он свободно сюда заходит домик заходит там у нас кормушечка ему состоит мы кормим его спокойно лежит в окошечко там смотрит кто говорил что не будет он там жить он прекрасно живет ему нравится сам ходит сам выходит оттуда но соответственно играется да за недельку он уже обвыкс у нас обходит территорию уже как бы потихонечку активно или игрушки с мышкой он лежит на отрез не не играет зато с фантика так что падут по домику ему нравится и лежит и спит и смотрит там вообще поводки как я говорю как собачку мы все завели хвостиком идет за нами под ногами путается собачка маленькая как бы ну все а мы будем делами заниматься малину будем сейчас ограждение ставить вчера я покосил но не все и здесь скарификатором не проходил буду проходить скарификатором тоже все в общем на улице а наталья будет дома заниматься с окнами там приедут нам мыть окна будет контролировать скажем так вот таким у нас тоже померзла вроде но наталья вот этот кусок она ему ну пока посидит потом тогда уберем то есть погодка шепчет а мы делаем будем заниматься как всегда с этим котиком никаких дел каждый подойдет каждый что-то поделает все я скарификатором прохожу у нас даже автоматическую кормушку ему насрать муж типа новее как не работает а я так уже весь измучился дошли помогает папе я вынесла оставшуюся рассад помидоры конечно никакие не могу их назвать помидорами но мама меня успокаивает что они примутся сажала их лежа перец тоже подвявший но посмотрим вот одни череп более-менее радует знаете купили землю которую в прошлом году очень тяжелая земля неудачная земля прошлое которая была вообще прям как пух вы видели я всегда показывала когда выдергивала сорняки огурец мой никакой тоже побила его заморозками хоть олег не успокаивал что в теплице не будет нет весь пожелтел ну вот здесь пошел что-то у меня в этом году все как-то не складывается посеяла огурцы они не вышли может быть тоже из-за земли за этой тяжелой сейчас посеяла еще раз то заглохла тяжело и посеяла цветы но вот цветы немножко вышли посмотрим что будет что-то какое-то но я сама себя успокаиваю что что будет нет говорю купим на рынке надоело что-то эти заморозки все вот это какое-то настроение такое пассивное помочь мы все делами занимаемся все все предели сосмотрите это чудо он устал и пошел сам спать решил поспать пойти все сам забрался сам лед все засыпает потому что он с утра не спит носится теперь отдыхает сама понимаю и вы сколько писали сколько не убирайся в сарае все равно будет бардак что-то докупили эти контейнеры что-то на зиму убирали принесли так все и стоит сюда так все и складирую куда глаз глянул туда и положила поэтому сейчас хочу разобраться и котейки одну полочку освободить его фигурки надо фонарики поставить фигурки выставить заодно и котейки полочку освободить тоже контейнер ему завели чтобы здесь было в хозблоке не надо его этот переноску тоже сюда вынести а то дома стоит все поэтому сейчас буду разбираться но вы вместе со мной в дом приехали люди у нас убираются поддерживающая уборка и окна все-таки олег меня уговорил не самой мыть а чтоб девчонки помыли сейчас перемоют все окна втроем и поддерживающую уборку и все и на тусе будет спокойно берут недорого мне очень нравится и 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 Ну всё, немного я прибралась. Как обычно, как я люблю говорить, без фанатизма. Особо не снимала, потому что хожу то туда, то сюда. Мои полки полупустые, потому что я себе контейнер задействовала. Ну тут, конечно, ещё до ума всё равно надо доводить. Эту полочку оставила под матрасы. Скачали, когда приносим, вечно мы их куда-то кидаем. А будем класть сюда, я её протёрла. Ну и пока вот эти вот не приспособилась. Здесь, конечно, опять надо что-то переформировать, что-то перебирать. Ну пока хотя бы, знаете, подойти можно. И вот сейчас ещё там горшки вёдра, то, что перемывала осенью, тоже добью, переберу. Но, опять же, я их пока ещё не задействовала, потому что, возможно, может быть, цветы туда какие-нибудь посажу. Коржик наш гуляет. Кормушка автоматически сработала отлично. Водичку попил Олег. Всё переработал. Сейчас будет удобрять. А, поставили, кстати. Их, конечно, хорошо на газончик поставить, но они будут подминать газон, там он будет преть. Поэтому поставили на клумбу. Ну, пускай всё равно как-то поуютней. Это нам дарили гусей. Так что, пускай, такая деревенская мини-сказочка будет. Всё, тебе осталось удобрить и всё? А, ещё вот этот маленький участок и всё? Пролить. А, ну от травы ещё я вечером пролью. А у нас там другой ещё лежит, не фортик. Мы разное брали. Ну, это сейчас. Один мешок у нас остался на осень. Надо осенний заказывать уже. Ну, можно, да. Удобрения брали зимой по акции. Подешевле. Даже осенью, да. На весну, лето. Оно было там рублей 900, 800-900 рублей. А потом оно там по 2-3 тысячи стоило уже весной за пакетик. Работа работой, но кушать тоже хочется. Пообедали с супчиком гороховым, а время уже седьмой час, наверное. Поэтому хотим. Даша хочет папиной жареной картошечки. А, бежит. Крадётся. Ну, пускай идёт. Он не бежит, он крадётся. Беседку нельзя. Заплевать он хотел, но твоё нельзя. Сейчас напишут. Вот, гоняйте. Ну, ладно, иди. Пускай, главное, не сидел тут. Он в дверь собрался. Да. Нормальные люди заходят в дверь. Ну, знаю ему это ваше беседу. А, там брызгали траву. Пойдём, Коржик. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Опа. Короче, хотим пожарить картошечки. Должны соседи прийти. Пригласили соседей. Я цветочки там пересаживаю. Лабелию. Решила пересадить. Она у меня там уже вся переплелась. Так, Дашуль, тебе картошку. А ты желе достала? Она же тебе растает всё. Ой. Растаяло всё. Ой. Всё, да я. Добро. Как всегда, она точно самая усложная работа. Да. А вот, я цельку. Бедная. Может, отдохнёшь? Да, сейчас выключу и отдохну. На диванчик присяду. Мишечку почитаешь мою? Нет, просто буду смотреть. А вот, знаешь, как приятно смотреть, когда кто-то работает. Да. Вот они, соседи пришли в гости. Что-то вы грустные какие-то. Да, мы уставшие. Уставшие? Да. Мой Олег такой же. Проходите. Ну и уставшие. Олег такой же у Хайдоклс. Я что-то похожу, поделаю, посижу. Похожу, поделаю, посижу. Хозяин, дай картошечки дай. Хозяин. Сырой? Это же не чарный. Ну, не чарный. У нас чарный есть всё сырое. Картошки. Картошки много не бывает, да? Я думаю, хоть нет. Главное, просто насад, чтобы поместилось. Ты с мясом будешь обжарить или мясо выкладывать? Нет, будет еще потом. А-а-а. Вот так не вылечит. Ну, там мало жарку, да? Ну, это это. Ну, всё равно должно вкусненько быть. Там я кушу, по идее, выскрусь. Да? Олег нервничает. Картошка не удалась. Переживает. Ну, мы сказали, что для нас вкусовые качества, как обычно. Красивая картошка нам не нужна. Очень даже аппетитная. Можно поставить спасибо? Да, еле выпросили. Спасибо, Олег Иванович. Очень добрый. Нормально? Всё. Повар. Повара поддержал. Всё нормально. Повар повара всегда поддерживает. Сейчас любители попробуют. Давайте, тогда любители пробуют. Вообще, я не знаю, какие её отмочить нам будет. Нормальный картошка, Олег Иванович. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть не дошла. Давай, не это. Вкусно, Олег Иванович. Я имею в виду, что вкусно. Но, я думаю, что картошка. Ну, я думаю, что картошка. Но она поразваристи даже повкуснее. Олег Иванович, давай не выделывайся. Да, не напрашивайся на комплимент. Мы поняли уже. Да, 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 выше сейчас попал. Да. Ну, либо мы такие голодные. Ну, тут быстрее, наверное. Не, не, вкусно. Не знаю, пап, я обожаю картошку. Мягенькая. Мягенькая, да. Мягенькая. Мягенькая.